Мудрость, опыт, безопасность. В конкурсе с таким названием участвовали представители золотого возраста, которые обладают всеми этими качествами. Именно на них организаторы конкурса, специалисты Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, возложили серьезную задачу – передать молодому поколению знания о правилах безопасного поведения. Самое главное, конечно, это то, что мы еще раз обратим внимание пожилых граждан на необходимость безопасного поведения. Когда об этом не говоришь, часто ускользают какие-то моменты, и безопасность становится опасной. Поэтому сегодня это еще и возможность обучать навыкам волонтеров, которые потом по принципу «равно обучать равного» придет к другим пожилым гражданам и еще раз напомнит о безопасном поведении. Основной задачей данного конкурса является обратить внимание пожилых граждан к вопросам безопасности жизнедеятельности, участников конкурса к формированию личной и общественной безопасности. И это такая цепочка мероприятий, направленная в целом на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности. Вреский городской отдел по чрезвычайным ситуациям призывает жителей нашего города обратить внимание на условия проживания своих нетрудоспособных родителей и рекомендует установить автономные пожарные извещатели с целью раннего обнаружения пожара и предупреждения несчастных случаев. Участники конкурса – люди творческие, они с удовольствием выступают на сцене. Среди них Людмила Белая. В прошлом – женщина-учитель химии и биологии, но работала еще и воспитателем в детском саду. А потому за спасателями встречалась ежегодно. Вместе они учили детей правилам безопасного поведения. Я часто приезжала в детский сад номер 63, и мы участвовали в разных конкурсах с детьми. Для ребенка еще больше надо знать правил безопасности, так же и для взрослого. Я вот даже взяла сейчас книги, честно говоря, прочитала книги, сколько я сама не знаю чего. Очень человек родился и опасности подстерегает на каждом шагу. Поэтому родители должны неустанно детям своим говорить об этих ситуациях опасных. Активные пенсионеры из двух команд «Тагонек» и «Зажигалки», принимая участие в необычном состязании, не только проявляли креативный подход к творческим заданиям, но и доказывали, что действительно знают многое о пожарной безопасности. Мудрые и смелые бабушки и дедушки с легкостью справлялись с каждым конкурсным этапом, проявляя свои знания, смекалку и жизненный опыт. Они делали игрушки своими руками, делились полезными советами, танцевали и пели. После таких частушек желание закурить не возникнет ни у кого. Благодаря легкому тексту это правило еще и запомнится. А значит, задача, которую ставили перед собой специалисты Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, будет выполнена.